МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире итоги недели. О самых важных событиях на Дону расскажу я, Алла Локтенова, и мои коллеги. Смотрите в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Миллиарды рублей инвестиций и тысячи новых рабочих мест. Самое главное, что это комплексное развитие территории. Ростовская область приняла участие в Петербургском экономическом форуме. Больше не в тесноте. Подали документы и через месяц получили сертификат. Кто может воспользоваться бюджетной субсидией на покупку квартиры? Гора мусора и ручей нечистот. Канализация течет прямо возле дома, и запах стоит просто непередаваемый. Когда у шахтинцев станет чисто на улице? Купание серого слона. Жара летом мешает не только людям, но и животным. Как подопечные зоопарка переживают полуденный зной? Фасад, созданный жильцами и природой. Экологично, экономно и просто красиво. Кавказский плющ превратил ростовскую многоэтажку в достопримечательность. Секреты успеха и профессионального роста. Мы задали очень много вопросов, мы все узнали. Студенты лично познакомились с министром образования региона. Лето – далеко не маленькая жизнь. Вы работаете для детей, вы работаете для них. И получаете потом отдачу. Качество и безопасность отдыха в регионе на первом месте. Тесная парковка на домашней полке. Квартира постепенно превращается в мастерскую. Что вдохновляет шахтинца на создание моделей машин. Григорий Пушкин вернулся домой. Портрет младшего сына Александра Сергеевича хотели заполучить многие музеи. Расскажем, какой путь проделала картина. Особенный заплыв. Чтобы привлечь как можно больше ребят, и чтобы им стало интересно заниматься. Водная среда может быть доступной для всех. Новости есть у каждого. Пожал штангу, нормальный вес, я горжусь собой. Ростовчане рассказали о своих главных событиях недели. На этой неделе в Петербурге прошел Международный экономический форум. Делегация Ростовской области презентовала в северной столице новые проекты. И потенциальные инвесторы не заставили себя ждать. На сегодня сумма подписанных соглашений составляет порядка 115 миллиардов рублей. В каких направлениях планируется сотрудничество, расскажет Елена Сарксян. На Петербургском международном экономическом форуме Донскую делегацию возглавил губернатор Василий Голубев. Ростовская область представила проекты своих флагманов промышленности и наладила сотрудничество. В первый же день подписали несколько соглашений. Например, о строительстве на одном из азовских предприятий специального цеха по производству пищевых эмульгаторов. С 2014 года мы уже производим натуральные пищевые эмульгаторы. И сейчас расширяем линейку, увеличиваем производительность с 5000 тонн до 8000 тонн. За три года инвестор планирует вложить 300 миллионов рублей в первую очередь проекта. Он включает офисное здание, исследовательскую лабораторию и закупку оборудования. А в особо экономической зоне Ростовская создадут производство высокотехнологичных полимеров. Инвестор построит производственные цеха общей площадью примерно 3000 квадратных метров с перспективой расширения. Объем вложений на первом этапе около 300 миллионов рублей. А авиакомпания «Азимут» выделит более миллиарда рублей на создание и оснащение ангарного комплекса в Ростовской области. В нем смогут одновременно обслуживать два воздушных судна. Все тяжелые формы обслуживания самолетов будут проводиться там. Не только нашей компанией, но мы надеемся, что будут привлечены другие авиакомпании. Мы планируем завершить строительство, пока планируем. Это примерно второй квартал 2025 года. Еще одно соглашение на экономическом форуме. Губернатор Ростовской области и гендиректор Дом РФ Виталий Мутко договорились о развитии энергоэффективного строительства на территории Донского региона. Важный пункт – повышать информированность ростовских застройщиков о возможностях льготного финансирования и преимуществах зеленого строительства. Это более рациональное использование ресурсов, улучшение экологии. А для людей – повышение качества жилья и жизни, экономия на коммунальных услугах. У нас история сотрудничества Дом РФ очень конкретная. Нам не нужно доказывать никому, что мы начинаем и продолжаем сотрудничество. Просто учитывая новые подходы к организации жилищного строительства, создание условий для развития градостроительного потенциала, мы смотрим в будущее. Также на экономическом форуме стало известно, что крупнейший мультибрендовый сервисный центр белорусской техники откроют в Ростове. Обслуживать он будет всю южную часть России. Об этом сообщили на встрече донского губернатора Василия Голубева с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в России Дмитрием Крутым. Мы говорили о самых разных направлениях. И, конечно, экономика, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, транспортная сфера и о культурном сотрудничестве. Отдельная тема – агропромышленный комплекс, требующий постоянного взаимодействия. Есть интерес и с белорусской стороны, и с российской стороны. Это все мы будем поддерживать. Так что у нас хорошая динамика, но, мне кажется, может быть еще лучше. Помещение для генконсульства Республики Беларусь в Ростове-на-Дону уже определили. В консульский округ войдут территории ДНР, ЛНР, Республики Крым, Волгоградской, Запорожской, Ростовской, Херсонской областей и Севастополя. 120 тысяч тонн индейки в год. Еще одно заявление на форуме. Такие объемы мяса будут производить на Дону. Конечно, в первую очередь на предприятии увеличат количество рабочих мест. Плюс 350 специалистов. Станет больше птицы, а для этого нужно больше корма. Его покупку просубсидирует правительство региона. На этот год предусмотрено 600 миллионов рублей из областного бюджета. На наследующие 2 – 300-400 миллионов рублей. А распределительный центр одного из крупнейших маркетплейсов появится в Оксайском районе. Его площадь будет около 150 тысяч квадратных метров. Такое соглашение подписал Василий Голубев и генеральный директор маркетплейса Татьяна Бакальчук. Объем инвестиций составит почти 11,5 миллиардов рублей. Елена Сарксян, Дон-24, Санкт-Петербург. Развивается не только производственный потенциал Донского края, но и система управления. Как работать с населением в условиях ЧАЭС – одна из тем семинара для госслужащих региона, который прошел в Южной столице. Для муниципальных служащей педагоги Донского технического университета подготовили специальную обучающую программу. Кроме того, лекции читали представители областных госструктур. Внутренняя политика – это все, что является внешней политикой. Поэтому вы это ощущаете на себе. Вопросов в муниципалитете, которые бы вас не касались, не существуют. Для нас это важно, чтобы вы становились более высокопрофессиональными, подкованными во всех вопросах, более эффективными. Организация работы с населением стала одним из главных направлений обучения. Представителям власти рассказали, как работать в медиапространстве в условиях чрезвычайных ситуаций, а также особенности взаимодействия с национальными меньшинствами, диаспорами и общественными организациями. Продолжим выпуск. С появлением каждого нового ребенка в семье возможность расшириться становится шире. Как улучшить жилищные условия при помощи субсидий из бюджета, расскажет Мария Тонконогова. У ростовчан Деркунских трое детей. Самому младшему 9 месяцев. Ребята любят играть в магазин, а для покупателей нужно комфортное и просторное место. И для большой семьи уютная квартира просто необходима. Улучшить жилищные условия возможно с помощью мер социальной поддержки. И сегодня, пользуясь ежемесячной этой поддержкой, если появляется в семье еще один ребенок, первый либо третий, то наши участники имеют право на дополнительную субсидию. Эта субсидия направляется уже на погашение полученного ранее ипотечного кредита. Семья Деркунских воспользовались бюджетной субсидией и оформили ипотеку на новое жилье. В случае рождения третьего ребенка семья получает 144 тысячи рублей на закрытие ипотеки. Основная поддержка погашения части кредитной ставки оказывается в течение пяти лет. На самом деле все было очень легко. Мы взяли на сайте список документов, собрали их, приехали. Девочки нам все помогли и подсказали. Очень приятные, милые сотрудницы, с которыми мы встретились, очень быстро мы получили. Подали документы и через месяц получили сертификат. Еще через месяц мы купили квартиру. Реакция только отличная. Супер. Хорошо, что так получилось. Все доброе, все получилось. Мы рады. Ожидается, что в этом году участие в программе примут еще полторы тысячи семей. В том числе те, где ребенка воспитывает только мама или папа. На предоставление таких мер поддержки в областном бюджете предусмотрено полтора миллиарда рублей. Мария Танконогова, Дон-24, Ростов-на-Дону. Жизнь в одном из шахтинских дворов уже не первый месяц омрачает мусор, который не вывозят, и не чистый источник из канализационного люка. Алина Цыбанева отправилась в шахты, чтобы вместе с жителями разобраться, кто виноват и что делать. Горы мусора, канализационная река и лес сухих веток. Такой пейзаж из окна каждый день видят жители дома по улице Ильюшина. Но шахтинцы продолжают нести пакеты с отходами. Больше их девать некуда. В радиусе 10 метров от контейнеров лежат пакеты. Ведь здесь не убирали два месяца. Здесь больше нет мусорок. Жители вывозят здесь, ну, выносят. Другого варианта больше нет. Когда баки заполняются, то просто ложат рядом, как вы можете обратить внимание. Заблудиться здесь сложно. А боняние не подведет. Особенно, когда запах мусора смешивается с канализационным. Канализация течет прямо возле дома и запах стоит просто непередаваемый. Он доносится в открытые окна домов. Зимой эти лужи замерзают, а летом приходится перепрыгивать. Если для детей перепрыгивать или обходить совсем не ароматные лужи не проблема, то пожилым людям приходится непросто. Дорога в магазин лежит именно через этот ручей. И вот ты ходишь два-три раза в день, по этим лужам скачешь, а они вдобавок ко всему еще и вонючие. Течет ручей с канализацией здесь уже больше пяти лет. И не факт, что в этом году он исчезнет. В связи с высоким износом сетей, а также нехваткой аварийно-восходительных бригад, наблюдается некоторое увеличение сроков устранения аварийных ситуаций. А на улице садовый контейнер с мусором простаивает еще с октября. Рядом такие же ветки, как на прошлой точке. И лежат они с зимы. Вы увидите сухие ветки. Не дай бог кинет кто-то спичку, и это же произойдет огромный пожар. А здесь находятся гаражи на данной территории. Здесь очень много машин. Что потом? Анжела не раз обращалась в администрацию. Ответ шахтинской власти – вина на региональном операторе. А расходы на уборку мусора с прилегающей к контейнерам территории на ближайшие два года вообще не утверждены. Такие очаги вспыхивают по всему городу. И возле центральных дорог, и в спальных районах. По словам представителей администрации, обращения поступают часто. И муниципалитет уже принимает меры. Проработанная концепция уборки свалочных очагов возле контейнерных площадок. Составлен план график уборки. Надежды на чистый город у жителей есть. Но уверенность пока не появилась. Говорят, ждут действий и результата. Алина Цыбанева, Алексей Покатило, Дон-24, Шахты. В Ростовской области введен режим повышенной готовности. Соответствующее распоряжение подписал Василий Голубев. Связано это с почвенной засухой, которая может повлечь гибель сельхозкультур. Вопросы жаркой погоды и высокой пожароопасности стали главной темой заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям в правительстве Ростовской области. В мае уже действовал режим ЧАЭС, связанный с заморозками. Тогда погибло 210 тысяч гектаров и повреждены 647 тысяч гектаров сельхозкультур. Тут пришла еще одна угроза, связанная с отсутствием дождей. Причем их уже нет в нужном количестве с марта месяца. То есть все три месяца произрастания яровых, озимых зерновых культур в условиях нехватки влаги. Засуха, плюс я на пожаре находился лично, акация, побитая морозом, сухие листья, горит все как порох. И такая ситуация у нас практически на всей области. Уже последние недели, дни практически на территории России Ростовской области самый высокий, пятый класс пожарной опасности. Поэтому все силы и средства всегда должны находиться в готовности реагировать на все возгорания. Кроме того, глава региона Василий Голубев поручил организовать ежедневный мониторинг развития ситуации в сельском хозяйстве. Произвести корректировку структуры пассивных площадей в случае возможной гибели сельскохозяйственных культур. Бьет жара не только по урожаю, но и по жителям. И большинство ростовчан спасаются под кондиционерами. Однако не все общественные места в Южной столице готовы оказать прохладный прием. Жалобы поступают в частности на общественный транспорт. Анастасия Изюменко присоединилась к рейду по городским автобусам и узнала, куда обращаться, если вместо салона попал в сауну. Легким взмахом руки автобус превращается в теплицу. И с этого начинается конфликт водителей с пассажирами. Последние, не остывшие от уличной жары, впускают свежий воздух. Из-за чего перевозчик не может охладить салон. Иногда из-за того, что очень много людей, вроде бы кондиционер работает, его слышно, но он вообще никак не ощущается. От этого люди больше возмущаются, открывают окна, и это еще больше. Вроде бы кондиционер работает, но окна открыты. Еще одна причина, так сказать, сауны в салоне – неисправность кондиционера. Первые дни лета от ростовчан уже более 70 жалоб на температуру в автобусе. Есть претензии, а значит и начало регулярных проверок. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, кондиционирование работает? Это как у нас, 71-й, да? На двух остановках проверили более десятка автобусов. Большая часть придерживается требований. Но были и исключения в салоне за плюс 30, а кондиционер разгоняет горячий воздух. Обращаемся в судебном порядке, взыскиваем, имеются штрафные санкции, предусмотренные муниципальным контрактом. Как за недовыпуск, так и за нарушение кондиционирования. Если поездка стала по ходам в сауну, и водитель отказывается включить кондиционер, пассажиры могут обратиться в департамент транспорта по номеру 8 800 222 76 76 и сообщить о нарушениях. При этом необходимо сказать номер автобуса и маршрута, а также дату и время поездки. Анастасия Изюминка, Дмитрий Азорнен, Дон-24, Ростов-на-Дону. Спасаться от жары приходится не только людям, но и животным. Работники ростовского зоопарка придумывают способы облегчить жизнь обитателям. Да и постояльцы зоосада изобретают свои способы охладиться. Валерия Жукова расскажет о некоторых из них. Посетителям на радость, а себе на пользу. Кому-то может казаться, что северный мишка не может жить у нас на юге. Но этот здоровяк уже давно привык. Ведь для него здесь целый бассейн с прохладной водой. Летом у него еще и особое меню. Холодное мясо, рыба, а еще мороженое. Настоящий фруктово-овощной лед. У его друзей, бурового и гималайского медведей, тоже есть свои бассейны. Но иногда они выбирают и другие способы спрятаться от летнего зноя. У него есть даже такое, типа, оберножки в кустах. И когда ему очень жарко, он там уходит. От людей все говорят, у вас нет медведя. Медведь на месте. Просто ему жарко, а там комфортнее. И почти как в стихотворении. Сонный мишка лег под дерево, только слон не хочет спать. А как тут поспишь, когда на улице так жарко? Слоны хоть и теплолюбивые животные, но все равно нуждаются в охлаждении. Для этого их поливают и поют водой. Отходим, отходим. Нередко слоны пытаются облить фонтаном из хобота в ответ. Водные процедуры устраивают для этих великанов до двух раз в день, в зависимости от температуры на улице. После животные еще и посыпают себя песком. Затем могут нырнуть в бассейн и снова устроить песочный душ. Таким способом они создают так называемую грязевую одежду, которая и защищает их от жары. Любят водные процедуры и буйволы. Иногда для этого семейства устраивают душ, а еще в их распоряжении специальный пруд, имитирующий болото. У этих животных нет потовых желез, поэтому они всю свою жизнь проводят в водоемах. Лежат в различных болотах, водоемах, поедают водную растительность и таким образом остыжаются. В летнем уходе нуждаются многие животные, но есть и те, кто переносит жару достаточно легко. Например, красные мартышки. Им достаточно небольшого бассейна с водой. Валерия Жукова, Максим Шапошников, Дон-24, Ростов-на-Дону. Ну а за созданием комфортных условий для обитателей дикой природы следят в том числе сотрудники Донского министерства природных ресурсов. В июне ведомство отмечает десятилетие. О главных достижениях за это время расскажет Александра Дурановская. Людмила Алдохина светится счастьем не только из-за полученной благодарности. Главная награда для нее – любимая работа, о которой мечтала с детства. Мне очень было отрадно изучать окружающий мир, познавать его, изучать видовое разнообразие растений, животных. И я очень горжусь тем, что стала и осуществила свою мечту. Вместе с Людмилой в Донском министерстве природных ресурсов и экологии работают почти 400 человек. Задача каждого – сохранить уникальные объекты Ростовской области. Особое внимание уделяют водным артериям региона. А это 165 рек и почти 4,5 тысячи рычев и других водоемов. Под пристальным вниманием министерства и лесные массивы области. Их площадь занимает всего 2,4% территории региона. Поэтому вселиственные хвойные насаждения Ростовской области отнесены к категории защитных. Для их сохранения создали 75 лесничеств. По проекту сохранения лесов за последнюю пятилетку было выстроено более 10 тысяч гектар на земле крестного фонда леса. А если взять за 10 лет, то это 16 тысяч гектар. Сегодня в Минброди, в подвенческих учреждениях ГАУ, Эру-Лес, которые занимаются на земле крестного фонда, полностью обновлен парк лесопожарной техники. Донская земля – дом для сотен редких и вымирающих видов животных и растений. О них заботятся на особо охраняемых природных территориях. Сейчас в регионе их 89. Это биосферный заповедник Ростовский, заказники Цемлянский, Гординский и Левобережный, ботанический сад Юфу, где восстанавливают 50 угасающих видов растений, памятники природы и уникальные ландшафты. Все они под надежной защитой Министерства природных ресурсов и экологии. Впереди задачи еще более амбициозные. К началу осени для достижения национальной цели «Экологическое благополучие» правительство России разработает новый НАЦ-проект, и Донской Минприроды станет его активным участником. Александра Дурановская, Богдан Дмитриев, Дон-24, Ростов-на-Дону. Решение экологических проблем в регионе обсудили депутаты законодательного собрания. Особое внимание уделили состоянию реки Дон. Во время заседания отметили предложение установить сбор за проход по реке крупнотоннажных коммерческих судов. Инициатива поможет восполнить рыбные запасы в Дону. Кроме этого, зампредседателя ЗАГСобрания, председатель комитета по аграрной политике Вячеслава Василенко предложил ужесточить наказание за нарушение экологического законодательства. И постоянно и главы администрации, и Министерство природных ресурсов всем этим занимаются. Но, к сожалению, мы сегодня будем ставить вопросы, выходить дальше, это и предложение Минприроды нашего, ужесточение, наказание за вот эти все нарушения. Напомню, в майском указе президента России экологическое благополучие – национальная цель развития страны. Пушистый, зеленый или живой – так называют многоквартирный дом на Вейнведе, окутанный кавказским плющом. Растение заплело почти весь фасад. Валентин Матвиенко отправился в городской оазис, чтобы узнать, комфортно ли жить за такими зелеными стенами. Дом – словно декорация к фантастическому фильму. За 15 лет кавказский плющ окутал уже почти половину ростовской пятиэтажки на Гагринской, превращая обычную хрущевку в местную достопримечательность. Сама пришла посмотреть тоже. Интересно, очень красиво, пейзажно так. В целом очень красиво, да, мне нравится. Я с балкона даже вижу, с окон. Пушка-бомба. Я не знаю, как это в быту, может быть, это и красиво, но может там кто-то живет, заводится, я не знаю. В гуще растения никто не заводится, уверяет Юлия Ушакова. С мужем Владимиром они живут на первом этаже. Именно они высадили этот плющ. Это было где-то пять чебуков, которые муж привез из Грузии от друзей у них там в селе. Все дома вот практически вот так заросли, потому что дает прохладу. Листики растут, как черепица один над одним. Вот дождь идет, здание сухое. И действительно, по словам специалистов, от этого растения много плюсов. Плющ поглощает вредные вещества из воздуха и вырабатывает кислород. А еще он помогает экономить. Создавая естественный изоляционный слой, плющ поддерживает комфортную температуру внутри, снижая расходы на отопление и охлаждение. Специальная комиссия заключила, что никакого вреда плетущиеся лианы дому не наносят. Только создают эстетический вид. А даже при небольшом ветре дом оживает и будто волны прокатываются по фасаду. И за этим зрелищем можно наблюдать часами. Валентин Матвиенко, Алексей Покатило, Дон-24, Ростов-на-Дону. Коротко о важных событиях в регионе расскажем в нашем дайджесте. Ростовские полицейские изъяли 17 орудий лова, более тонны рыбной продукции и составили 60 административных протоколов. Таковы итоги операции «Путина», которая прошла в апреле и мае. Сотрудники городского управления МВД совместно со специалистами Россельхознадзора проводили рейды на водоемах и рынках. Также стражи порядка выявили 11 уголовных нарушений по незаконной добыче водных биоресурсов, производству и сбыту товаров без маркировки. Захоронение 18 века обнаружили археологи в центре Донской столицы. Раскопки ведут на пересечении улицы Пушкинская и переулка Соборного. Недавно на этом месте начали готовить площадку под строительство жилого дома. Здесь проводятся охранно-спасательные работы объекта археологического наследия Всесвятское кладбище 18 века. Работы проводятся с целью выполнения законодательства Российской Федерации о охране объектов культурного наследия. Как отмечают ученые, археологическое исследование – это обязательная процедура перед началом строительства. По словам краеведа Михаила Малышева, результаты раскопок позволят узнать больше о крепости святого Дмитрия Ростовского. Это достаточно важное открытие, потому что можно будет провести статистические исследования, понять, какой был состав этой крепости. Специалисты просят жителей не пытаться попасть на территорию раскопок и напоминают, что на месте исследования идут строительные работы. В музее Самбекской высоты установили колбу для сбора монет. Всплав памятника – живая память благодарных поколений. Таким образом, Ростовская область присоединилась к благотворительному проекту под одноименным названием. Такой монумент уже установили в Минске, и скоро он появится в Брестской крепости и Москве. Ленточку на открытие колбы для сбора монет на Самбекских высотах перерезал идейный вдохновитель проекта и паралимпийский чемпион Алексей Талай. И до 19 января 2025 года каждый желающий может положить сюда монету от своей семьи. Ежедневно контракты с Министерством обороны в областном пункте отбора подписывают более 50 человек. Для оперативности на территории работает мобильный пункт отбора. А перед отправкой в военные части все военнослужащие проходят боевое слаживание на полигонах Южного военного округа. Наша задача максимально оказывать содействие нашим пунктам отбора. На территории Ростовской области у нас их два, и оба находятся в городе Ростове-на-Дону. Ну и конечно немаловажно и финансовая поддержка граждан, изъявивших желание заключить контракт с Министерством обороны. Так военнослужащие, заключившие контракт с Минобороны, получают единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей. Плюс из регионального бюджета единовременно 700 тысяч рублей. А ванной служащие именного подразделения еще 300 тысяч дополнительно. Для семей военнослужащих в Ростовской области существует почти 40 мер поддержки. Всевозможная помощь и поддержка для тех, кто отправился отстаивать интересы страны, идет не только от государства. Бойцов поддерживает вся страна. Добровольцы из Новочеркаска вот уже полтора года плетут маскировочные сети. В мастерской камуфляжа побывали мои коллеги. На этих кадрах один из 516 дней, которые неравнодушные жители Новочеркаска уже посвятили помощи военным в зоне спецоперации. За это время, говорят, у них был всего один выходной – 1 января. Даже 9 мая, в День Великой Победы, в прямом смысле, со слезами на глазах они пели и плели. Мы стараемся не подвести ребят, потому что очередь у нас постоянно на 500-600 сетей вперед стоит. Больше мы не принимаем, чтобы, во-первых, не ждали долго, потому что сети – это то, что надо здесь и сейчас на фронте. Во-вторых, мы можем не справиться с тем объемом. Если мы его возьмем больше, а не справимся, значит, мы подведем ребят. Работа разделена по нескольким секторам. Кто-то плетет сети по специально заготовленному макету под конкретную местность. Кто-то делает ее в свободном стиле. А у кого-то задача сделать так называемую мохнатку. У нас выдержаны цвета, у нас выдержан вес. Это тоже важное условие – вес готовой сетки. Расцветка. То есть есть определенные законы, размеры пятен. Все это выведено определенными законами, которые мы стараемся соблюдать. Мы здесь работаем с мужем уже второй год. Он сначала смеялся надо мной, говорит, вы еще танки начните производить. Я говорю, дадут возможность, будем и танки производить. У Олеси Гавриковой муж служит в зоне спецоперации. И она, как никто другой, понимает, насколько им важна поддержка. Бойцы делают запросы, так сказать, определенное количество, определенные расцветки. И вот мы, получается, собираем необходимое количество и потом просто отзваниваемся, они приезжают и забирают. За эти полтора года донские сети получили немало грамот за свою работу. Но главная награда для них признаются – сохраненные жизни. Спасибо, тыл. Мы очень благодарны добровольческому движению «Донская сеть». Елена Сарксян, Виктор Леонтьев, Роман Беркалиев, ДОН-24, Новочеркасск. ЖКХ и дороги, образование и медицина, культура и спорт. О том, что касается каждого жителя Веселовского района, в программе «Касается каждого» расскажет глава администрации района Роман Криворотов. В понедельник, 10 июня, в 18.15 на телеканале ДОН-24. Присылайте свои вопросы в телеграмм «Дон-24-привет-бот» или по номеру 8-918-511-24-24. Вы смотрите «Итоги недели» и вот о чем еще расскажем далее. Секреты успеха и профессионального роста. Мы задали очень много вопросов, мы все узнали. Студенты лично познакомились с министром образования региона. Лето – далеко не маленькая жизнь. Вы работаете для детей, вы работаете для них. И получаете потом отдачу. Качество и безопасность отдыха в регионе на первом месте. Тесная парковка на домашней полке. Квартира постепенно превращается в мастерскую. Что вдохновляет Шахтинца на создание моделей машин. Григорий Пушкин вернулся домой. Портрет младшего сына Александра Сергеевича хотели заполучить многие музеи. Расскажем, какой путь проделала картина. Особенный заплыв. Чтобы привлечь как можно больше ребят, и чтобы им стало интересно заниматься. Водная среда может быть доступной для всех. Новости есть у каждого. Пожал штангу, нормальный вес, я горжусь собой. Ростовчане рассказали о своих главных событиях недели. 33 донских выпускника набрали максимальные 100 баллов на ЕГЭ. Стали известны результаты первых экзаменов. Их школьники сдавали 23 мая. Это были предметы по выбору. Литература, география и химия. 17 стобальников у нас по химии. Максимальный балл по географии набрал один ученик. И стобальниками по литературе стало 15 обучающихся. Чем мы очень гордимся. Почти 2000 школьников выбрали химию. Госэкзамен по литературе сдавали вдвое меньше человек. А географию предпочли около 500 выпускников. По словам экспертов, обстановка на тестировании благоприятная. Нарушений на данном этапе не выявили. Следующие результаты ЕГЭ станут известны не позднее 14 июня. Школьники узнают свои баллы по русскому языку и математике базового уровня. День с министром провели финалисты областного конкурса «Экзамен по профессии. Мы против коррупции». Анастасия Изюменко узнала, о чем мечтала в детстве руководитель Донского Минобра и какие качества помогают карьере идти в гору. А кем вы хотели вообще встать в детстве? Я всегда мечтала быть. И это мы оставим без ответа, ведь узнать тайные мечты министра образования смогли только студенты. Частичным осуществлением детского желания стала учеба на юридическом, но уже осознанные студенческие годы привели к психолого-педагогическому образованию. А далее первая работа в департаменте соцзащиты – отдел по перерасчету пенсий. Мы вручную, в лицевые счета, а они выглядели примерно вот так, картонные вносили в определенные разделы коэффициент для индексации и номер постановления. Начинающий специалист перевыполняла норму, а также успевала помогать коллегам из другого отдела. Так трудолюбие и целеустремленность привели к карьерному росту. К слову, именно эти два совета и стали ответом на вопрос студентов, как добиться успеха. В неформальной беседе обсудили и роль наставника в жизни, и любимые хобби, а также личную жизнь министра. Честно говоря, были очень большие ожидания. Мы ждали этот день. Хотела выразить большую благодарность вообще всем организаторам, министру. Нам очень понравилось. Мы задали очень много вопросов, мы все узнали. Для меня было очень неожиданно узнать то, что у Тамары Сергеевны была такая насыщенная жизнь в юношестве. То, что она занималась туризмом, танцами также. Это было очень интересно. Следующими на допросе будущих специалистов стали сотрудники министерства. Путь молодежи прошел по всем ключевым отделам. Можно ли еще как-то улучшить обеспечение именно инвентарем школ? Безусловно. Узнали не только, так сказать, внутреннюю кухню, но и результат ежедневной работы в этих кабинетах. Студенты провели экскурсию по технопарку «Кванториум» на территории ДГТУ. Показали и Ростовский строительный колледж, где увлекли в профессию на практике. У нас через воду проходит разряд. Я туда добавил растительного масла обычного, и вот у нас создалась такая эмульсия. Еще одно развлечение уже на символическом антикоррупционном квесте. Ведь день с министром провели финалисты областного конкурса «Экзамен по профессии. Мы против коррупции». Еженедельно студенты лично знакомятся с донскими министрами, а также познают работу ведомств изнутри. Следующий прием у руководителя регионального министерства здравоохранения. Анастасия Изюминка, Алексей Покатило, ДОН-24, Ростов-на-Дону. 13 место заняла Ростовская область в рейтинге регионов по участию во Всероссийской олимпиаде школьников. Депутаты, педагоги, ученики и их родители обсудили, как улучшить позиции Донского края. О результатах коллективного мозгового штурма далее в сюжете. Школьник из Новочеркасска Григорий Софийский – двукратный призер Олимпиады по французскому языку, поэтому автоматически получит 100 баллов за экзамен по этому предмету. Поступать будет на юриста-переводчика в Университет дружбы народов. Ну а пока на заседании круглого стола Заксобрания рассуждает, почему Донской регион на 13-м месте в рейтинге по участию в школьных олимпиадах. Одна из причин, по его мнению, – скромный размер областной единовременной выплаты для призеров. Сейчас это 18 тысяч рублей. На подготовку олимпиаде тратится очень много ресурсов, сил, времени. Многие занимаются специальными учтями. Комитет Заксобрания региона по образованию провел мозговой штурм, чтобы понять, как мотивировать школьников участвовать в олимпиадах. Рассуждают не только ученики, но и родители, педагоги, представители общественности и органов власти. Кстати, круглый стол проводят в 45-й гимназии. Здесь дети углубленно изучают французский язык со 2-го класса до 11-го и часто побеждают в олимпиадах. Олимпиада – это каждый раз что-то новое, потому что задания каждый год меняются. Нужно постоянно быть в теме. То есть помимо просто работы с ребенком, должна быть колоссальная еще и индивидуальная подготовка учителя. Вы даже не представляете, сколько всего. Участники мозгового штурма пришли к общему мнению. Нужно создать систему, которая позволит выявить талантливых детей и педагогов и объединить их в сборную Ростовской области. Сборная – это не только профильные педагоги. Это, как и ни странно, юристы, которые будут защищать детей на апелляциях. Это психологи, которые помогут справиться со стрессом. Это прямо профильные смены, где именно предметники будут заниматься с детьми. Депутаты Донского парламента подготовят рекомендации школам, чтобы Олимпиады были доступнее и понятнее для учеников. Маргарита Аликулова, Богдан Дмитриев, Дон-24, Ростов-на-Дону. А многие школьники, для которых учеба на паузе до сентября, отправились дышать свежим воздухом, заводить новых друзей и копить воспоминания на всю жизнь в летние лагеря. Мои коллеги узнали, как проходят будни отдыхающих в Никлиновском районе. А готовы ли вы продолжать танцевать прямо сейчас? Тогда нужно еще активнее, еще энергичнее. Праздник творчества, спорта и веселья каждый день. Именно таким запоминается отдых в детском лагере. Здесь находят друзей и раскрывают таланты. Лето только начинается, а в отрядах «Спутника» с 25 мая уже кипит жизнь. Лагерь – это то место, где очень-очень много впечатлений. Вы работаете для детей, вы работаете для них. И получаете потом отдачу. Каждый день у нас зарядка. У нас очень активные дни постоянно. Я еще и лидер отряда, у меня вообще не соскучишься. Около тысячи детей сейчас отдыхают в лагере «Мир». Он крупнейший в области и не первый год его признают лучшим. Активности меняются каждый час. Двухэтажный веревочный парк, бассейн, море и всевозможные спортивные и творческие занятия. Очень круто. Честно, я сначала хотела уехать, но сейчас мне очень все нравится. И отряд. Мы ближнее стали. Мы участвуем в разных мероприятиях. В общем, мы очень веселые ребята. Тут очень хорошие люди, вожатые. Я много с кем познакомилась. Хорошие сотрудники. А еще в мире есть своя псарня и конюшня, в которой дети знакомятся с животными. Здесь учат за ними ухаживать и относиться с любовью. У кого такая богаче грива, мы ее отращиваем. Урана там чуть поменьше, там стрим. Детей примут в этом году 850 организаций отдыха, среди которых 29 загородных и санаторных лагеря, 820 пришкольных и один палаточный. За качеством и безопасностью следят особенно тщательно. Оценили комфортность условий пребывания детей в лагерях депутат Госдумы Екатерина Стенякина и министр труда и социального развития региона Ирина Шувалова. Нам очень важно, какой отдых по качеству получают наши дети за счет государственных средств. Ну, действительно, спектр абсолютно разный. И оздоровительные процедуры, и профориентации, и знакомство с разными профессиями. То есть, действительно, лагерь, лидский отдых, он выполняет не только функцию какого-то досуга, но и образование, и, конечно же, оздоровление ребенка. Президентом объявлен год семьи, и этому посвящено в каждой смене особое направление. Здесь каждая смена, каждый лагерь – это одна большая семья. Ну, а на Дону у нас год добрых дел. С одной стороны, это традиционно совершать добрые дела, но в этом году, в эту оздоровительную кампанию добрым делам уделяется особое внимание. Бесплатно отдыхают дети участников специальной военной операции из малоимущих семей, а также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. На это правительство Ростовской области выделяет более полутора миллиарда рублей. Мы верим, мир в нас! Владимир Корловский, Валентин Матвиенко, Владимир Галуцкий, Дон-24, Неклиновский район. 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина отметили всей страной на этой неделе. На Дону прошло множество мероприятий в память о великом писателе. Как воспевали солнце русской поэзии в Ростове-на-Дону, расскажет Маргарита Аликулова. Блеща средь полей широких, вот он льется, здравствуй, Дон! С таким восхищением Пушкин писал о нашей великой реке. И дончане отвечают поэту взаимными чувствами, любят и знают его творчество. Три девицы под окном пряли поздно вечерком. Честно, я обожаю все его произведения и стихотворения. Романтика отношений Онегина и Татьяны, ну, очень интересного. Любители творчества Пушкина в день его рождения по традиции собрались у памятника в центре Донской столицы. Ежегодно здесь проходит праздник русского языка. И буду долго тем, любезен я народом, что чувства добрые я лирой пробуждал. Сегодня нет в нашем городе человека, который бы не знаком с творчеством. Сегодня лучшая улица нашего города носит имя Александра Сергеевича. Я детей приглашаю и воспитателей, и педагогов. Посещайте библиотеки, берите в руки Томик Пушкина, изучайте, читайте и наслаждайтесь его русским словом. В честь юбилея со дня рождения поэта Почта России выпустила марку с фрагментом картины «Пушкин, сочиняющий стихи». Тираж – 120 тысяч экземпляров. В Ростовскую область поступило 4 тысячи таких марок. Кроме этого изготовили конверт и специальный штемпель. Этот выпуск совместный. В его разработке участвовала Республика Беларусь, где сегодня также проходят празднования и специальные гашения. А на аллее художники создавали иллюстрации к произведениям Пушкина. Жителям и гостям города удалось увидеть пьесу о рыбаке и рыбке, а также няню поэта Арину Родионовну. Мало кто знает, что у Пушкина-то есть еще и шестая сказка, недописанная сказка о медведице. Кроме этого, ростовчане посетили мастер-классы, выставки, камерные концерты. Но главное, вспомнили наследие великого русского поэта. Маргарита Аликулова, Максим Шапошников, Дон-24, Ростов-на-Дону. Удивительно, но несмотря на то, что большая часть жизни Пушкина прошла в северной столице, единственный живописный портрет его сына находится в столице Южной. Как уникальная работа оказалась на Дону, разбиралась Мария Тонконогова. Портрет младшего сына Александра Сергеевича хотели заполучить многие музеи. Но эта картина все же вернулась в родной край. Эти проникновенные глаза, кудрявые волосы и статность написал художник Иван Макаров. По воспоминаниям ростовских старожилов, его творение купили в 1929 году у неизвестных лиц на Новом Базаре, где сейчас располагается площадь Советов. Но единой версии, как эта работа попала в город, нет. Изначально картина была представлена как портрет камер Юнкера. И только благодаря атрибуции, то есть установлению времени и места создания произведения, Антонине Нарыжной и Татьяне Ковалевой удалось выяснить, что молодой человек – сын Александра Пушкина. В 1987 году временник Пушкинской комиссии дома Пушкина в Ленинграде опубликовал нашу статью, в котором наша атрибуция была признана всеми пушкинистами. И на данный момент он везде фигурирует, этот портрет фигурирует, как портрет Григория Александровича Пушкина. В 80-х годах портрету понадобилась реставрация. Его передали в Московский институт грабаря, где много лет велась кроподливая работа. Дело в том, что портрет лицевой стороной был наклеен восковыми красками на стекло. Восковая прослойка расплавилась от температурных режимов, и верхний слой стал сползать. Его нужно было перевести на холст. Это была очень сложная работа. Буквально его собирали как бы по кусочкам. И вот портрет вернулся в фонд Ростовского музея изобразительных искусств. И 40 лет спустя снова радует посетителей. Сейчас картина – один из экспонатов выставки, посвященной 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Здесь также представлены портреты современников великого писателя. Посетить экспозицию жители и гости города могут до конца июля, чтобы в том числе увидеть портрет сына гения русской литературы. Мария Танконогова, Дмитрий Азорнин, Дон-24, Ростов-на-Дону. Автопарк большегрузов, который умещается на полке. Автолюбители шахт коллекционируют миниатюры машин, которые сам же и делает. Как приспособить обычные предметы под сидение или решетки радиатора, узнала Виктория Слепченко. Модели грузовиков на коллекционной полке Сергея Кацена – точные копии реальных автомобилей. Найти отличия невозможно. В этом изюминка каждой миниатюры. Из обычного конструктора житель города шахты берет только раму и кузов. Различные эмблемы и отличительные знаки Сергей заказывает у других мастеров. Но большинство деталей, которых нет в наборе, изготавливает из подручных материалов. Бампера делаются отдельно, решетка выпиливается, то есть все это выпиливалось отдельно. Спиливается сидение, ставится каркас безопасности. И опять-таки все из подручных материалов. Здесь обыкновенный бытовой пластик, каркас безопасности, либо алюминиевая проволока, либо трубочки, палочки от чупа-чупсов. Полочный автопарк Сергея состоит из трехсот различных машин. Коллекции миниатюры ограниченных серий большегрузов. Есть у Шахтинца и два Камаза из известного сериала «Дальнобойщики». Они представлены с фигурками актеров Сашки и Иваныча. Любовь к тягачам и фурам перешла от отца. Кстати, копия его грузовика тоже есть. Есть грузовик, сделанный опять-таки по фотографии. Это первый грузовик моего отца, так сказать. Почему Камазы, Мазы, Газы, Кразы? Потому что, по сути, все детство я и мой брат провели у отца в автобазе. А отец как с армии пришел, сел за баранку. Хобби Сергея всегда были связаны с машинами, рассказывает жена Юлия. Ранее муж увлекался автогонками, потом автозвуком, даже участвовал в областных соревнованиях и занимал призовые места. Параллельно тюнинговал свой автомобиль, но сейчас занимается только коллекционированием. Квартира постепенно превращается в мастерскую. В принципе, организовываем рабочее место трудовое. Супруг садится за свое любимое дело. Это, конечно, всем лучше не подходить, не трогать. Это мелкие детали, если это дети, чтобы рядом никто ничего случайно не скинул, не зацепил. Но при этом он не хочет быть отдельно в комнате, он хочет быть со всеми. Ну, как бы мы уже привыкли к такому образу. 14-летний сын Александр уже завел свою небольшую коллекцию. Несколько миниатюр юноша подверг тюнингу. Сначала она была обычной, как все, вот такие. Я взял и стер все дно, чтобы было оно гладкое. Потом взял палочку от чупа-чупса и разрезал ее под размер колес. В планах же Сергея Кацена создать тучную копию своей ласточки – ваза 99-й модели. Она станет еще одной редкой и значимой миниатюрой в коллекции. Виктория Слепченко, Богдан Дмитриев, Дон-24, Шахты. Отдохнуть от будней и всем вместе сходить на спектакль. Такая возможность выпала нескольким многодетным семьям. Они получили приглашение от губернатора Василия Голубева посмотреть постановку «Пеппи Длинный чулок» в Ростовском молодежном театре. Насколько дети и родители ассоциируют себя с главной героиней сказки, узнала наша съемочная группа. Как говорят родители, сто слов в минуту, и все это только один ребенок. Всем известная «Пеппи Длинный чулок» – олицетворение доброты и любознательности. А как справляться с таким потоком энергии уже знает семья Дзоевых. Ведь у них три таких героини и двое парней. Мы из города Миллерово, мы приехали сюда издалека. И для нас это считается выкенд. То есть на весь день, по сути, мы здесь. А вот в семье Фроловых девичьей шалости «Пеппи» не близки. Ведь они воспитывают пусть еще и не половину футбольной команды, но уже четыре богатыря. Мы впервые попали в театр всей семьей. Очень благодарны за такую возможность. Мы живем в небольшом поселении, поэтому у нас там не особо много каких-то развлекательных мероприятий проходит. Ну, особо выбраться некуда. Поэтому мы очень счастливы, что нас пригласили на такое мероприятие. Благодарят родителей за такую поездку губернатора Ростовской области. Ведь посетить Ростовский молодежный театр они смогли по его приглашению. Ранее на интерактивном приеме Василий Голубев распорядился поощрить многодетные семьи. Не сердце об этом позаботится, а район позаботится, чтобы ребятишки и их родители могли хорошо провести время. Тогда же Василий Голубев пообещал подарить поездку ему с театр и семьям бойцов специальной военной операции. И вот в день защиты детей на сцене балет «Белоснежка и семь гномов», а в зале жены и дети защитников Родины. Здесь семья Юдиных и Шевелевых. Эмоции положительные. Я ни разу не была в этом театре. Дети были. У них школа организуют часто поездки, поэтому им приходилось здесь быть. Они знакомы. Я первый раз. Неожиданно очень. Очень красиво, волнительно. Анастасия Изюминка, ДОН-24, Ростов-на-Дону. Соревнования, в которых нет проигравших, прошли в Южной столице. Спортсмены с инвалидностью и ограниченными возможностями, силой воли и духа покоряли водную стихию. О том, что привело участников к занятиям в бассейне, знает Виктор Леонтьев. Вода – основа не только для жизни, но и оздоровления. И помимо минеральных источников, способствуют и самые обычные бассейны. Занятия в воде рекомендуют многим людям с ограниченными возможностями. Просто для тренировок нужен особый подход. Об этом знает ростовчанин Кирилл Хижняк. Его сын почти два года занимается плаванием. Ему очень нравится плавать, ему очень нравится вода. Он очень хорошо чувствует себя в воде. У нас дома есть бассейн, поэтому развиваем его и дома. И на секции тоже он ходит, занимается, плавает. Благодаря госпрограмме «Доступная среда» вот уже более 10 лет. Дончане с ОВЗ могут развивать свои таланты в водных видах спорта. Так, во время особенного заплыва приняли участие более сотни человек в возрасте от 7 до 60 лет. Всего у нас две дистанции – это 25 метров и 50 метров. 25 метров дистанции на соревнованиях официальных не бывает. Но так как мы занимаемся популяризацией адаптивного и массового спорта, чтобы привлечь как можно больше ребят и чтобы им стало интересно заниматься. Тимур Верхотин свою дистанцию уже преодолел. В плавании молодой человек полностью освоился отсутствие зрения, по словам юноши, не помеха. Но пересиливаешь себя, заходишь в воду и понимаешь, что ничего страшного нет. Надо просто проплыть и выйти и закончить с этим. Как говорят организаторы, в этих соревнованиях нет проигравших. Каждый спортсмен, который дошел до финиша особенного заплыва, уже победитель. А значит, заслуживает свою награду. Виктор Леонтьев, Дмитрий Азаднин, ДОН-24. Ростов-на-Дону. Ну а среди других спортсменов обстановка более напряженная. И для победы одного участия мало. О достижениях наших футболистов, борцов и гимнасток расскажем далее. Песчанокопская «Чайка» с Муромом устроили голевую перестрелку в очные встречи. Началась она с обменом остротой, а затем хозяева сумели провести атаку, которая привела к голу. Правда, гости ненадолго отставали и Павел Долгов восстановил равенство на табло. Во вторые 45 минут пенальти заработал Пивоваров, а Азявин снова вывел своих вперед. Но опять же равный счет капитан Долгов сделал через пару минут. Затем Казаченко впервые вывел уже пернатую стаю в лидеры. Не прошло и трех минут, как очередной заброс в штрафную закончился голом. Сам того не ожидая точку в матче поставил Муромец Габдулин. Шансов парировать такой удар у Москвичева не было. После такой осечки в Муроме на последний домашний матч с «Родиной-2» выходили супер мотивированные игроки. Ведь перед своими трибунами проигрывать нельзя и забивать могли уже на пятнадцатой, но ударить Долгову не позволили игроки обороны. Череда атак от хозяев привела к пенальти, а там с точки капитан без проблем развел мяч и ворота по разным углам. Упрочить положение чайки на старте вторых 45 минут мог Олег Казаченко, но обводящим ударом нападающий угодил в штангу. Он же позднее пробивал с лета, но снова мимо, а Павел Долгов уже под занавес сумел снять вопросы о победителе. В Ростове прошел чемпионат России по джиу-джитсу. В первый день определяли сильнейшего младшие борцы, а во второй на татаме вышли взрослые исполнители. Они соревновались в командной борьбе. Здесь для победы нужно выиграть как можно больше схваток. И сложность имена в том, что победителю придется бороться дальше против свежего соперника. Лучшими по результатам оказались спортсмены из Академии грэмплинга. Они сумели завоевать главный трофей и золотые медали. А в Москве донские гимнастки завоевали пять медалей на втором этапе международных соревнований. Так Диана Чугунихина выиграла две серебряные медали в булавах и ленте, а также стала обладателем титула вице-чемпионки в многоборье. А Милена Щеняцкая заработала две серебряные медали в дисциплинах с обручем и мячом. Кроме этого на счету у гимнастки золото и новый рекорд в упражнении без предмета. Девушка сделала 26 прыжков подряд. Добавлю, что турнир стал отворочным на спортивные игры БРИКС-2024, которые пройдут в Казани. Мы каждый день рассказываем о жизни региона, новых проектах, законах, мероприятиях и происшествиях. Но информационная картина была бы не полной без новостей от вас, наших зрителей. Своими событиями на этой неделе с моими коллегами поделились ростовчане. Мы отдыхали дома в бассейне, очень жарко, поэтому самое время, по-моему, окунуться. Квартиру купил. Пожал штангу, нормальный вес, теперь горжусь собой. Посетил бизнес-форум, вот там на Табачке, Новый Ростов, вот там выступали интересные спикеры. Устала экзамены, очень довольна результатом. Да вот, красивые ребята подошли. Спасибо. У меня на этом все. Таковы итоги уходящей недели. В студии была Алла Локтенова. До встречи.